Всем привет, друзья! Тема сегодня очень интересная. Что же такое на самом деле колокола? И зачем их снимали? Те же большевики. Они их просто пачками уничтожали. Как всегда, благодарность Илье Мамаеву. Вот это видео с его канала Цельнозор 2.0 Колокола не пала. Да потопные. Будет очень интересно. Но в начале мои комментарии. Вот смотрите. Это все настоящие колокола, которые просто были без языков. Например, в данном случае мы видим, что здесь есть отверстие даже. Колокола действительно были без языков. И звонили они не от ударения какого-то там языка или металла. Или какой-нибудь железкой снаружи. Они звонили от движения волн. Когда создавались эти стоячие волны. И энергия гуляла туда-сюда. Потому и происходил звон. То же самое мы можем наблюдать на известном видео, где работает установка атмосферного электричества в одном из буддийских храмов. Наверняка это видео многие знают. Я хотел бы немножечко поговорить вот об этом. Что же делали с колоколами? И что там может быть интересного? На самом деле, даже рассматривая фотографии уничтоженных колоколов снятых, сбитых, сброшенных можно найти некоторые интересные детали. Например, здесь мы видим, что вот эти коммунисты люди уже, можно сказать, другой формации сидят в сбитом колоколе. А рядом валяется совсем другое, что-то не похожее на язык. Это какое-то другое устройство. Как бы я хочу немножко даже сделать поправку, что в колоколах было что-то наподобие языка, но эта вещь, она не двигалась, а была статичной. Там было что-то наподобие камертона, который стоял вот просто статично и все. И он усиливал резонанс. Здесь мы и наблюдаем как раз такую деталь, которая не похожа на те языки, которые потом уже приварили вот в эти колокола. Или, например, разбитый колокол. Здесь тоже какая-то деталь очень массивная, а внутри ничего. Теперь смотрите сюда. Никакого языка здесь не наблюдается. Зато мы видим какую-то непонятную шарообразную деталь, да еще и с отверстием наверху. Очень напоминает резонатор гелем-кольца. Внимание сюда. Языков здесь нет. Зато здесь есть какие-то непонятные такие круглые детали с выступающей термидальной частью. Скорее всего, это здесь и был тот самый камертон. Еще один момент. Посмотрите, какой огромный колокол. Что здесь делают люди непонятно. Может быть, просто смотрят. Можно увидеть сверху цифру 4000 ПД, то есть 4000 пудов. 4000 умножаете на 16 и вы узнаете, сколько весит этот колокол. Это где-то 60-70 тысяч килограмм. Здесь лежит еще какая-то непонятная деталь. Граненая, шестигранная или восьмигранная. Формы заливают туда. Это колокола. Снимали, разбивали их просто целыми пачками, не жалея. Вот что за такое ярое, оголтелое отношение. Чего они боялись? Вот большевики. Зачем они их снимали? Что их так страшило? Почему они боялись колоколов? Все очень просто. Колокола это такие рупорные антенны, резонаторы, которые извлекали, можно сказать, положительные энергии. Благостный звук, который действительно преображал все вокруг. Но, так как есть другие сущности темные, которым не нравится этот звук, эти вибрации, они их и уничтожали. Так как большевикам нужна была, наоборот, напряженная обстановка по всей стране, а не благостное настроение, потому они их уничтожали. И люди себя уже не чувствовали хорошо, наоборот, чувствовали себя плохо, угнетенно. То есть негатив. В группе Ильи есть вот такая публикация про эти колокола. Давайте посмотрим то, о чем я и говорил. Посмотрите, сверху совсем другие элементы. Какие-то круглые. Возможно, что это чуждые уже их потом приварили. А возможно, изначально они такие и были. И внизу висели другие вещи. И поэтому внутри резонаторной полости около висел что-то наподобие камертона, только такого усложненного. Целыми тоннами. Их просто сбрасывали, как на свалку, как металлолом. Были даже целые кладбища колоколов. И везде вот такая круглая штука. Они были совсем другими для другой цели. Что за цилиндр слева. Как дружно-то они грузят его. А здесь трос или провод. Смотрите, какая здесь интересная схема. Как будто бы специально нужно было сделать крест-накрест. Но это скорее всего старая вещь. Начальная. и вот эти ушки явно не для того, чтобы вешать. Но мы здесь наблюдаем отверстие. Как раз чтобы крепился тот самый камертон. рупорный а так как я все-таки не просто так показываю полости резонатора и видео сказано о том, что это рупорные антенны. Давайте их посмотрим. Перед вами те самые рупорные антенны. Чем вам не колокол? Если посмотрите на эту фотографию, то вопросы вообще отпадают. Смотрите, видите, это тоже полость резонатора. Внутри электроды, которые создают электрическую волну, которая потом переходит в радиоволну. Ну, в принципе, электрическая волна это и есть радиоволна. Именно здесь происходит возмущение электромагнитного поля. Волна движется вперед по направлению резонатора этого волновода. Внутри колокола происходят электромагнитные возмущения. И это все вы увидите в видео Ильи. Посмотрим на другие пример это все это все колокола ну вот это больше похоже на трубы который в принципе действует по той же схеме это волновод да и волна звуковая выходит сюда есть даже простейшие антенны которые очень похожи на такие маленькие колокола электрод и вот этот волновод больше всего конечно на колокола похоже вот такого плана антенны а еще они напоминают пушки чугунные или даже пушки из бронзы вот похожие крепления как мы видели на тех колоколах помните тоже такое же и внутри то что возмущает пространство то что создает электрическое поле вот такой вот вид вот такой вот вид автомобильная антенна а еще есть вот такие вот рупорные антенны которые на самом деле антенны вивальди здесь еще круче вот это вот завиток похоже на ласточкин хвост усиливает пучок волны он как бы выбрасывает она действует далеко и очень сильно примеров масса здесь например посмотрите это тоже антенна которая выглядит как яйцо вспоминаем вот эти яйца резонаторы на беспроводных решетках на старых фотографиях очень похожи и здравия соратники и небольшая предыстория до рассмотрения колоколов экскурс в истории и немножко предисловия как и обещал в предыдущем видео встречать первый рассвет после дня рождения катманду я поперся в горы но я сделал ошибку не повторяйте мою ошибку не берите билет на местную маршрутку это ужас просто но она того стоило через восемь часов я доехал и реально встретил рассвет от сердца к солнцу привет горам привет россии привет всем светлым силам силам нашей вселенной а немного позже я поперся в горы смотреть пагоду мира world peace пагода ну пипец как высоко знал бы не полез честное слово но даже на высоте туда притащили вот такие вот базальтов из черного материала ступы колокольчики чтобы наверное состарить этот новодел как-то показать что есть исторические корни на самом деле для тех кто не знает это world peace пагода она новодел якобы начал строить эти пагоды мира по всему миру ганди тот самый махатма и мы сейчас обойдем ничего интересного в этой погоде нет но вид замечательный вид на пахару пахара маленький городочек ничего интересного 300 тысяч населения чуть позже покажу что там интересного зачем я решил это вам показать я хочу это вам показать потому что именно там мне пришла идея померить магнитное поле стоячей волны колоколов и это он толкнул меня на разные другие выводы и идеи и сейчас я покажу то место где пришла мне эта идея вон там в центре озера есть остров и там есть тоже пагода и там есть колокола и вот там не пришла эта идея красный вид я здесь один я не манга джоус ваше манга джоус в из айскрим и подкрепившись с очком свежевыжатым я для контраста поперся зачем-то вниз я просто вкратце сейчас все прелести пухары перечислю и потом мы перейдем к делу собственно колоколам вот я спускаюсь в пещеру тут какой-то эпос местный типа дядька черномор борется со змеем что тоже наверное интересно но об этом мы пока не будем что интересного там в пещере абсолютный ноль чуть позже покажу почему насколько это весь промок долго долго спускался вниз в общем это того не стоит кто будет в пахаре не стоит туда опускаться но что интересного еще в пахаре это параглайдинг и после сюжета о пещере я вам покажу вот за каким я сюда поперся я под дождиком давно не был я не знаю круглогодичный дождик параглайдинг в уголках параглайдинг собираемся летать вот на этих штук едем летать Доброе утро! Доброе утро! Всего два часа. Пождали. Нормально. Мочи рожао. Все говорят русский. Я в Лондон. Потому что не знаю. Я говорю доброе, мать, я говорю английский, и все. Где ты? Тайвань. Мы тоже есть автомобиль в машине. Вообще сам полет конечно же страшно. Под тобой тысяча метров воздуха. Это не передать. Вот это стоит посетить. Эти эмоции того стоит. Но лучше без экстрима. Когда инструктор спросит. Хочешь чего-то особенного? Говорите нет. Это спасет кучу нервов. Потому что когда инструктор это предлагает, они имеют ввиду какую-то жуть. Какие-то невероятные виражи. Не рекомендую. Но вид замечательный. Просто полетать можно. Но я, честно говоря, повторение не хочу. Реально. Когда рядом с тобой орлы, а под тобой ничего от слова совсем. Это страшно. Хотя я пытаюсь бодриться. Но вот это посетить стоит. Можете поторговаться и в 100 долларов уложиться. Оно того стоит. Если будете в пахару, полетайте. А после полета, приземлившись, я поплыл, скажем так, именно в то самое место, где мне пришла эта идея. Одна из пагод маленьких. Каких полно там. Собственно, ничего нового. Кроме того, что это в центре озера. И видно этот даже островок небольшой засыпан. И там находится много колоколов. Как и везде. Но все они, почему-то, с вновь приделанным языком. Явно приварены. Просто круг приварен. Его не было сначала. И это первый вопрос, который меня, собственно, тогда тревожил. Зачем такое количество колоколов? Это второй вопрос. То есть, было до потопа огромное количество колоколов. Классного качества. Просто невероятного, которое мы сейчас не сделаем. из очень чистого металла. Почему-то, либо с дырточкой в середине. Без каких-либо приспособлений для крепления языков. Очень высокое качество. Очень пробирает прям звук. Звук просто до костей. Какая-то особенность. Меня это удивило. Я подумал, а почему? А потом я вспомнил, что есть магнитометр, вшитый в телефон. Это простая софтина, которая использует особенности телефона для замер магнитного поля. Я решил померить. Ну, чем черт не шутит. Потому что я вспомнил, что колокола... В одной статье было написано. Колокола создают стоячую волну. А стоячая волна творит чудеса. То есть вибрациями создается стоячая волна, в которой происходят разные энергетические и не только процессы. Я пытаюсь показать. Ни хрена здесь не видно, но будет видно позже. Но некоторые пики видны. Видно, что меняется магнитная составляющая. Напряженность магнитного поля. Вот они, небольшие пики. В основном нужно смотреть на верхнюю. Верхнее белое. Это именно напряжение магнитного поля. День? Архи Катманду. Отбиваясь параллельно от непонятных продавцов в желтой одежде непонятно чего. Мелочи я отдаю со спокойной совестью. Сколько есть и бог с ним. На благие дела. Окей. Хотя он просил десять рублей. Это, не знаю, один доллар. Я выберу вовсую мелочь. Какая была там. 10, 5, 20. Ну правда. 10. Он удивился, что много хотел отбрать. 10, да, да. 10, да. 10, да. 10, да. Намастэ. Видно, что человек хороший. Итак, вернемся к нашим баранам, то бишь колоколам. Колоколов там полно. Вокруг каждой такой ступы. И почти во всех в центре пустота. Дырочка. Почему дырочка? Напоминает мне пантеон в Риме. И я расскажу об этом чуть позже о своих соображениях, почему там дырочка. Но я решил померить все колокола, которые могу. Поэтому некоторые замеры я вам покажу. Я там больше сотни померил. Некоторые под видео. Как вот это. Это тоже явно старый колокол. Без какой-либо вообще. Без какого-либо крепления под видео. Пошли родимые. Родимые пошли колыхаться. Вот они. Там есть магнитное поле. Выходит. Входит. И выходит. Замечательно выходит. Замечательно выходит. Вот пики четко видны. Их есть. Замечательно выходит. Смотрите на белые. Вот они родимые, вот они родимые пики Вот они С запозданием, но появляется То есть не точная, конечно, инструментария Херовый айфон, но что делать? Потому что вот с запозданием, но пики идут Вот они идут обратно, падает все Потому что здесь на улице нет магнитного поля Но там есть магнитное поле И вот именно в фокусе этой рупорной антенны Этого рупора, который усиливает перед энергией ничего Ведь по всему миру одно и то же мы видим Создает стоячая волна А мы знаем, что стоячая волна, как мы видим здесь Создает чудеса Левитацию, например В данном случае стоячая волна отражается от плоской поверхности Но если там разместить еще что-то выпуклое Типа чаши каменной, будет еще лучше Вот видите структуру этой стоячей волны Что в ее узлах нет гравитации И вот именно эту стоячую волну Я пытался замерить И именно установить, что внутри нее есть магнитное поле А где есть магнитное поле, там есть электрическое Что-то я увлекся В общем смотрите, вот белая линия Это именно совокупность всех магнитных полей Внизу идут три разных, это по координатам Изменение магнитного поля Нас интересует именно белая Там четко видны маленькие такие Вот они вниз пошли, вытащил из фокуса А вот фокус поднес Вот тут пик магнитного поля То есть где фокусировка идет И снова повторяю Вот я на пик Поднес в пик Вот он, вот он, вот он, вот он Вот он, ловит прям в пик Красота Впрочем языков не было не только в Непале А не было по всему миру Я просто училась в институте истории У меня много силы И очень хорошо разбираю Это не системы, когда я имею в виду То есть умение молитвы Ну все, самое главное, закачиваясь сейчас аккуратно То есть вот Я сам вверх, посмотрите, если вы уйти Потому что у меня сейчас будет Да, все, мы быстро, один вопрос Если вы учились в институте культуры То почему, вот, может вы знаете Почему во всех старых колоколах нету языка? Вот здесь тоже приделанный язык Языки при Екатерине все вырывали и ссылали Понятно, хорошо А почему нет крепления для языка? Уточню, как здесь Вот это я не могу сказать Я знаю, что при Екатерине масса Чтобы вырвать, нужно прикрепить к чему-то А крепления в старых колоколах вообще нет ни у кого? Да Ни в одном Согласна То есть они были без колоколов Без языков Без языков, да Колокола без языков Я могу объяснить Базонин бронзов достаточно хрупкий металл И при укреплении вот этого момента Где-то на растяжку Можно рванно так, что вырваешь даже кусок бронзы Хорошо Сталь тоже была Они могли сделать из стали при изготовлении Из стали, по-моему, стали не употреблялась при изготовлении каталога Не важно Вот это порнография, извиняюсь Гвоздь Ну, понятно То есть сейчас можно было делать, а тогда нельзя было делать Вы знаете, сейчас я начинаю свеч Просто иду по улице, никакого фона А пики точно, когда ударяю И когда подношу внутрь Подношу внутрь Есть некое остаточное поле Его ловит магнитометр Ну, хреновый, но какой есть По уму надо нормальный колокол старый взять И в лаборатории провести исследование Как он формирует стоячую волну И как снимать энергию С этой стоячей волны С этого перевозбужденного поля внутри колокола Так вот, иду по улице Ничего не показывает Штиль Вношу внутрь Небольшой пик Ударяю мощный, четко виден Два пика Два раза ударял, два пика было видно То есть звук может извлекать энергию из эфира, из пространства Звуком, стоячей волной создается возбужденное поле Насыщенное С которого можно получать энергию И находиться в котором человеку приятно Потому что это полезно То есть под куполом постоять Это очень полезно для здоровья И религия тут вообще ни при чем Чистая физика Насыщение энергией Сознания Аргоном нашей Психики наших тел Эфирных, астральных, каких угодных Хотелось бы добавить еще несколько моментов Посмотрите, что я нашел Статья называется Кого отпугивали колокольчики на Руси? Я зачитаю все, что здесь написано Это очень важно В старину русский человек всегда носил с собой персональный колокольчик Это был такой же необходимый аксессуар, как и в наше время мобильный телефон И на это у наших предков были свои резоны Теперь слушайте внимательно Колокольчик значительно облегчал поиски человека Если тот терялся в лесу Кроме того, звон отпугивал диких зверей и ядовитых присмыкающихся Как вы думаете, почему ядовитых присмыкающихся отпугивал? Да все очень просто Змея чувствует, можно сказать, всем телом вибрацию прямо по земле Если где-то что-то возмущение Она просто из страха туда не поползет Также считалось, что звон колокола отгоняет злых духов А их тогда было тоже не меньше, чем сейчас Ну, я с этим тоже соглашусь До сих пор об этом говорят, что любой новый повешенный колокол Даже он начинает освещать пространство вокруг рамы А вот дальше очень интересные факты Бубенец, подвешенный на шее лошади Настраивал животное на определенный ритм Сбить с которого не могли внезапно появившиеся на пути волки Или другие неприятности С помощью колокольчика лечили много хворей Например, мигрень и меланхолию Звон колокольчика отлично пробуждает человека после бессонной ночи И отрезвляет после злоупотребления величительными напитками Колокольчик использовали для принятия важных жизненных решений Для этого нужно было непрерывно звенеть над ухом в течение нескольких минут Первая мысль, возникавшая после прекращения трели, признавалась верной Друзья, вот такое я узнаю первый раз Реально что-то новое и очень важное Понимаете? То есть вибрация настраивала все И защищала, и настраивала, и даже помогала принять правильное решение Вот это да А вот так вот в прошлом поднимали колокола Но меня заинтересовала не вот эта вот сказочная картинка их поднятия вручную А вот что Посмотрите на левую картинку Вам не кажется, что вот эти колокола как-то странные сами по себе? И форма, и размер, и вообще что здесь такое? Больше напоминают НЛО Или монголо-татарский шлем Друзья, а на этом пока что все Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео До свидания, до новых видео И всем добра!